В пятницу губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с победительницей конкурса лидера России Екатериной Вебер. Она приехала в Севастополь из Екатеринбурга и планирует остаться работать в нашем городе. С губернатором обсудили возможные бизнес-проекты, которые девушка может предложить для развития города. Встреча с Дмитрием Владимировичем пришла очень плодотворно, очень полезно. Познакомились, поговорили, обсудили. Очень благодарна за встречу, очень понравилось мне у вас. Спасибо за гостеприимство, спасибо городу, спасибо Дмитрию Владимировичу. Напомним, что конкурс лидера России проводился администрацией президента России и высшей школы государственного управления в рамках поручения главы государства. Главная задача конкурса – найти молодые таланты со всей страны, которые в будущем займут руководящие должности. Екатерина Вебер на конкурс попала случайно. Родители увидели рекламу по телевизору и предложили ей подать заявку на участие. Она прошла несколько отборочных этапов. Изначально за победу боролись несколько десятков тысяч человек, но победителями стали лишь 103. Они получили гранты на 1 миллион рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Кроме того, за каждым победителем будет закреплен наставник, известный политический деятель или представитель бизнес-сообщества. Мой наставник по конкурсу – казак Дмитрий Николаевич. И, в принципе, как проходил выбор наставников. Нам предложено было выбрать из ряда специалистов, крупнейших руководителей страны, кого бы мы хотели видеть в качестве своих наставников. И затем уже сами наставники ознакомились с нашими резюме, с нашими эссе, с нашим процессом работы. Основная задача была у меня, конечно, как у всех говорят, самый популярный ответ – проверить себя, сравнить себя с менеджерами, управленцами страны. Директор государственного учреждения «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов встретился с севастопольскими студентами и представителями некоммерческих организаций города. Участники мероприятия обсудили направление молодежной политики и организацию традиционных форумов в 2018 году. По словам Алексея Любцова, в России реализуется масштабная грантовая поддержка проектов, и у студентов есть возможность возглавить новые разработки. Очень важно, чтобы молодежь, чем раньше, тем лучше, ощущала себя гражданами собственной страны. Чтобы молодые люди сами видели и идентифицировали проблемы, которые есть в нашей жизни. Это и проблемы в социальной сфере, и в экономике, не важно, во всем том, что нас окружает. В 2014 году, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, могу сказать честно, то рвение, тот потенциал, который раньше был менее использован, конечно, на просторах России очень сильно блистал. Было очень большое количество инициатив, очень большое количество идей. И что мне сейчас приятно, то есть был 2014 год, сейчас 2018 год, что ребята не стоят на месте. 28 февраля председатель комиссии по проведению референдума в 2014 году Валерий Медведев призвал всех жителей Севастополя вывесить российские флаги на домах и балконах. Они должны напомнить горожанам о том, как изменился ход истории, и Крым вернулся в родную гавань. Подробности в сюжете. Горожане охотно откликнулись на призыв. Сегодня флаги России развиваются на центральных улицах города, на площади Нахимова, в скверах, на балконах и домах. Таким город был и в марте 2014 года, когда взял четкий курс вернуться домой. А в мае 2017 на доме по улице Большой Морской появился портрет Владимира Путина, президента, который воссоединил Крым с Россией. Я родилась в Севастополе, прожила здесь всю жизнь и никогда не думала, что я куда-то ушла, когда нас подарили. Естественно, что я всегда считала, что мы в союзе, и с русскими никогда никакого разрыва не было. И когда были выборы, естественно, с удовольствием мы все рады были, до слез плакали и до сих пор радуемся. В 1783 году Крым вошел в состав Российской империи. Севастополь, базу Черноморского флота, создавали для защиты южных рубежей. Он стал городом русской славы. После распада СССР и провозглашения независимости Украины, в 91 году полуостров перешел в ее состав, а в марте 2014 года вернулся в родную гавань. С тех пор, за эти годы, безусловно, гордость того, что мы Россия, потому что представить, что Севастополь – это город русской славы, вдруг чей-то чужой, поэтому, естественно, мы на том месте, на котором мы должны быть, мы федеральная единица России. Все это так и должно быть. И, конечно, мы все счастливы, другого и быть не может. Город ждет 18 марта. В этом году это двойной праздник – День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией и первые для полуострова выборы президента страны. Дмитрий Дудко, Кристина Прокудина, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Активисты Народного фронта продолжают украшать города России патриотическими граффити. Акция стартовала 1 февраля в Владивостоке. Рисунками украсили 14 городов страны. 28 февраля художники приехали в Севастополь. О том, что нарисовали на одной из улиц города, в сюжете Катарины Вербицкой. Идея создания тура по городам России у братьев Игоря и Дениса Федосенко возникла спонтанно. На художников повлияло пассивное отношение молодежи к выборам. Идею братьев поддержали в Общероссийском Народном фронте. Это неравнодушные, активные молодые люди, которые с помощью современного искусства, молодежного граффити, вот решили показать свою позицию. Севастополь стал 14-м городом в маршруте художников. Рисовали на стенах подстанции. На одной написали слоган «Имеешь мнение, голосуй». На второй изобразили крейсер «Москва». Несколько дней назад стены этой подстанции стали чистым холстом для братьев-художников Игоря и Дениса Федосенко. Теперь, благодаря их творчеству, вся подстанция выглядит как необычный арт-объект. Чтобы из эскиза получился такой рисунок, художники потратили 8 часов и использовали более 20 баллончиков краски. Катарина Вербицкая, Михаил Волобоев и Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. Материальную помощь, предметы первой необходимости или же средства для восстановления после травм можно получить бесплатно. Для этого в городе работают специализированные центры помощи. Как и где помогают горожанам – в сюжете Юлии Бауськовой. В Севастопольском центре социального обслуживания для инвалидов и пожилых людей организовывают досуг, консультируют по разным вопросам и кормят обедами. В центре есть и отделение срочного социального обслуживания и оказания денежной помощи севастопольцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Кроме того, здесь выдают одежду, обувь и предметы первой необходимости. А одно из главных направлений работы центра – пункт выдачи технических средств реабилитации. Очень много костылей, локтевых, подмышечных, с регулируемой высотой. И когда приходят к нам люди, нуждающиеся в таком виде помощи, наши специалисты помогают им подобрать высоту, вам помогают научиться пользоваться костылями, потому что когда человек никогда не пользовался, ему очень сложно трости, трости для слепых, кресла, коляски. И это только часть технических средств реабилитации, которые есть в центре. За получением достаточно приехать в организацию с необходимыми документами. Так и сделала Светлана Белоглазова. Ее мама получила серьезную травму бедра. Сразу понадобились дорогостоящие технические средства реабилитации, а во время поиска в интернете случайно узнала про Центр социальной помощи. Я получила то, что никогда бы в жизни не купила, потому что мы, в общем, живем с мамой на нашей пенсии. А это просто необходимо, потому что мама начала только-только ходить. Ей очень тяжело, очень больно. Поэтому я взяла ходунки. Это очень-очень нужно. Туалет, который будет стоять около кровати. Такое санитарное кресло называется, очень удобно. Вот. И сиденье для ванны. Я смогу ее помыть в ванной. А вот Елена Калуженко уже возвращает технические средства реабилитации. Так получилось, что мы уже сделали операцию по замене тазобедренного сустава. И нам необходимы были на два с половиной месяца в начале костыли, ходунки и вот сейчас палочка. И, в принципе, Центр осну очень выручил. Надеюсь, что мы восстановимся и вот в скором будущем будем ходить уже без этого. Но сотрудникам искренне благодарны за такую неценимую помощь. Все средства реабилитации здесь выдают во временное пользование и бесплатно. Для получения нужна справка, которая подтверждает потребность горожанина в них, а также паспорт и СНИЛС. Я хочу обратиться, пользуясь случаем, к севастопольцам. Если у вас есть дома средства реабилитации, которые вам по какой-то причине не нужны, одежда, обувь, посуда, игрушки, дети выросли, уже не нужны, мы с благодарностью примем и передадим все это нуждающимся севастопольцам. Потому что уже даже в этом году у нас более 100 человек получили натуральную помощь в виде одежды. В январе и в феврале столько же и более 30 человек получили технические средства реабилитации. Центр социальной помощи по адресу улица Хрусталева, 27, работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Кроме того, технические средства реабилитации можно получить и в общественной организации инвалиды Севастополя. В 2017 году от правительства города они получили субсидию на программу «Территория равных». Деньги пошли на покупку новых средств реабилитации – кресла-коляски, костыли, трости и ходунки. К нам, конечно, обращаются не только люди с инвалидностью. Люди, перенесшие операции, которые проходят восстановление или же проходят медицинскую комиссию и оформляют инвалидность. Бывает, нужно просто на несколько дней взять какое-то техническое средство реабилитации. А бывает, что и на полгода люди берут, и больше. Новые средства реабилитации в организации инвалиды Севастополя горожане могут получить под залог. Обратиться можно в будние дни с 9 до 16 часов по адресу улица Маршала Крылова, 19, или же позвонить по телефону 41-21-88. Юлия Бауськова и Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя. 20 февраля в городе начал свою работу контакт-центр здравоохранения Севастополя. Любой желающий может позвонить по единому номеру телефона и получить бесплатную консультацию. А как это работает, узнавала Мария Малахова. Единый контакт-центр. Оператор Елена. Здравствуйте. Оперативно среагировать на вопрос и дать подробный ответ – задача сотрудников медицинского контакт-центра. Операторы стараются ответить на каждый вопрос, но иногда возникают трудности. Бывают ситуации разные, но мы стараемся, чтобы не накалять обстановку, конечно же, разговаривать спокойным тоном с человеком, принять его проблему и попытаться ему помочь. Это самое главное. У каждого оператора есть объемная рабочая база для связи с сотрудниками медицинских учреждений. Благодаря ей консультация абонента занимает не более пяти минут. В день в центре принимают около 60 звонков. В дальнейшем планируют расширение. Это позволит обрабатывать до тысячи обращений граждан ежедневно. Если раньше граждан консультировали по одному телефону горячей линии, то теперь с введением многофункционального номера на ваш вопрос ответит любой из свободных операторов. В будние дни с 8 до 17 часов операторы консультируют граждан по вопросам качества медицинских услуг и обеспечения льготными лекарствами. Главная цель проекта – обеспечить комфортное взаимодействие между жителями Севастополя и медицинскими организациями. Основной целью – это, конечно, улучшение качества, эффективности, доступности предоставляемых медицинских услуг, а также обеспечение информационной открытости и прозрачности медицинских организаций. А позвонить в Единый контакт, Центр здравоохранения и задать интересующий вас вопрос можно по бесплатному номеру 8 800 733 33 35. Мария Малахова, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя. А теперь поговорим о талантах нашего города. В прошлых информационных выпусках мы рассказывали про девочку из Севастополя, которая стала участницей пятого сезона «Голос дети». 12-летняя Вероника Сыромля обошла 16 тысяч претендентов и покорила жюри своим народным голосом. Теперь Вероника выступит на всероссийском уровне. В поддержку девочки севастопольцы организовали масштабную акцию. Годы занятий, оттачивания своего мастерства и репетиций. И вот он, ответственный момент. Кастинг на всероссийское шоу «Голос дети». Перед выходом на сцену Вероника волновалась так, что замирало сердце. Но любовь к пению поборола весь страх. И что ты подарил, никому не скажу. Ни в свой дом не скажу. Ее жизнь изменилась в один момент. Теперь 13-летняя Вероника будет обучаться вокалу у известной певицы Пелагеи. Я растворилась в песне и просто хотела подарить людям радость. А когда ко мне повернулась Пелагея, это были неописуемые чувства, потому что их вообще нереально передать. Поддержать Веронику решили не только ее близкие. Севастопольцы организовали масштабную акцию. 18 марта во многих школах города пройдут концерты в поддержку девочки. Мне кажется, что у каждого ребенка, который занимается творчеством, есть мечта, чтобы о его творчестве узнала вся страна. И поэтому мне кажется, что очень важно Веронику сейчас поддерживать, что у нее это получилось. Именно поэтому информационный канал Севастополя будет снимать все концерты школьные, которые будут проходить 18 марта. Их будет 9. Мы можем гарантировать, что каждая школа попадет в кадр. Мы снимем и талантливых детей в этих школах, и педагогов. Кроме того, генеральный продюсер нашего телеканала ведет переговоры с Первым каналом. В скором времени о севастопольских концертах в поддержку нашей участницы шоу «Голос дети» узнают во всей стране. Видео, которое мы снимем, мы отправим на Первый канал, и очень большая вероятность, что оно войдет в документальный фильм об этом сезоне проекта «Голоса». Оно будет размещено на сайте Первого канала, и вся Россия действительно увидит, что Севастополь за своих болеет, Севастополь за своих стоит, и все севастопольцы Веронику поддерживают. Концерты пройдут в девяти школах города. 12, 22, 23, 34, 54, 57, 58, 60 и 61. Начало в 14.00. Кроме того, в этих учебных заведениях будут работать избирательные участки. Поэтому все совершеннолетние севастопольцы здесь же смогут и проголосовать за будущего президента страны. Юлия Баузькова, информационный канал Севастополя. В пятницу режиссер Алексей Крянга встретился с ветеранами. 23 февраля на митинге они одобрили идею создания документального фильма о русской весне. Ветераны предложили свою помощь в его создании. Подробнее о том, что обсуждали, в следующем сюжете. На встрече вспоминали события русской весны. Рассказывали о своем участии в митинге 23 февраля и об организации референдума в 2014 году. Мое мнение, что это люди, которые наиболее правдиво расскажут все эти истории, все свои чувства о том времени, которое происходило в 2014 году. Самой настоящей, самой правдивой истории и самой честной истории услышать именно от тех людей, которые принимали самое огромное участие в этих событиях. Поделиться воспоминаниями о русской весне может каждый желающий. Для этого недалеко от избирательных участков будут организованы небольшие съемочные площадки. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для записи интервью с жителями города привлекут волонтеров. Лучшие воспоминания используют для создания фильма. Наша идея этого фильма заключается в том, чтобы рассказать правду о том, что происходило в это время, чтобы показать всему миру то, что все эти события, происходящие в Севастополе и в частности в Крыму, были не под стволами автоматов, как об этом все говорят, а все это было сделано по доброй воле и желанию жителей нашего города. Это будет первый нехудожественный фильм Алексея Крянги. Кинокартина будет включать в себя не только интервью с жителями города. На основании их рассказов снимут художественные сцены. Продолжительность фильма 30-40 минут. Его планируют снять ко дню народной воли 23 февраля 2019 года. Дмитрий Дудко, Кристина Прокудина, Михаил Волобоев. Информационный канал Севастополя. Далее о погодных условиях. Начало 2018 года в Крыму сопровождалось обильными осадками. Журналисты нашего телеканала узнали, как погода повлияет на водоснабжение Севастополя. По информации пресс-службы предприятия «Водоканал», с начала года объем Чернореченского водохранилища увеличился до 54 миллионов кубометров. В декабре прошлого года этот показатель составил почти 45 миллионов. По мнению специалистов, зимние осадки позволят обеспечить стабильное водоснабжение Севастополя за сушливый летний период. Напомним, Чернореченское водохранилище – самое крупное пресное озеро Крыма. Продолжая тему погоды, в московском районе скокольники-орнитологи обнаружили полярную сову. Мороз, который установился в столице, эти птицы переносят легко, но для охоты и гнездования пернатым нужны большие открытые пространства. По мнению специалистов государственного учреждения «Мосприрода», птица, скорее всего, домашняя и улетела от хозяина. Последний раз полярных сов в столичном регионе видели три года назад. А в Севастополе для полярной совы слишком тепло. 3 марта в городе от плюс 7 до плюс 10. Пасмурно, дождь и ветер южный 7 метров в секунду. Наш выпуск новостей завершен. Сообщить актуальную информацию вы можете в редакцию нашего телеканала по телефону 54 51 12. Больше новостей на сайте xtv.ru. С вами была Светлана Федодеева. Оставайтесь на информационном канале Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова